Аминь Аллилуйя Я всю неделю вот Жил вот с этим словом Я давно уже, правда, живу с этим словом С того момента, как Господь меня нашел Но вот всю неделю я ходил вот с этим словом Оно у меня просто как бы Внутри все как бы, знаете, как младенец тут переворачивался И это Исайя 61 глава Кто помнит Исайя 61 глава Дух Господа Бога на мне Скажи Дух Господа Бога на мне Ибо Господь помазал меня Благовествовать нищим Послал меня исцелять сокрушенных сердцем Проповедовать пленным Освобождение и узникам открытия темницы Проповедовать лето Господне благоприятное И день вщения Бога нашего Утешить сетующих Правда, не все всегда хорошо Но это праздник Господень Это праздник Господень Мы пришли сегодня сюда И сегодня Один из праздников Господних Праздник Который Трублением труп Возвещает о приходе Нашего Господа И вот здесь вот Третий стих Послушайте внимательно Возвестить сетующим на Сионе Что им вместо пепла Дастся украшение Вы слышите? Вместо пепла Дастся украшение И если ты сетуешь сегодня И может быть у тебя нет настроения Писание говорит Что ты пришел в дом Божий На эту гору Аминь И тебе вместо пепла Дастся украшение Вместо плача Елей радости Вместо плача Елей радости Вместо унылого духа Славная одежда Вострубите трупы Народ Поднимите свой голос Народ Божий Праздник Прознал Бога Как можешь От всего сердца От всего имения своего От всей крепости своей От всей внутренности своей Аллилуйя 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 Пусть услышит вся земля И во всех народах Пусть прослает Бога Царя Израиля Вострубите трупы Громко на Сионе Пусть услышит вся земля Все цари земные Поклонитесь Богу И прославьте Яшуа Громко на Сионе Громко на Сионе Вострубите трупы Громко на Сионе Пусть услышит вся земля И во всех народах Пусть прослает Бога Царя Израиля Вострубите трупы Громко на Сионе Громко на Сионе Пусть услышит вся земля Все цари земные Поклонитесь Богу И прославьте Яшуа Слушай, Израиль Господь, Бог твой едиет Что славна и нас Повек благословена Слушай, Израиль Господь, Бог твой едиет Что славна и нас Повек благословена Громко на Сионе Господь, Бог твой едиет Громко на Сионе Ликуй, дочь Сиона, и воскликни громко, Пусть услышит вся земля! Поднимите знамя нашего народа, Сильного Израиля! Ликуй, дочь Сиона, и воскликни громко, Да услышит вся земля! Поднимите знамя нашего народа, Сильного Израиля! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И для нас сегодня такой год, юбилейный. Каждый год для нас юбилейный. Аминь. Это тоже одно из благословений, которые мы имеем благодаря Иисусу, благодаря Ишуа. И сегодня я хотел поговорить о тех вещах, о которых люди обычно говорят на Новый год. О чем? Как я проведу этот год? Вы помните такие разговоры? С кем Новый год встретишь, так его и проведешь. И начинается там. Мы сидели, стол накрытый. Да будет этот год, как стол этот накрытый. И так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, очень часто эти разговоры, они похожи на разговоры под названием как с понедельника. Знаете, с понедельника моя жизнь полностью изменится. С понедельника это вот просто, это волшебное слово. Я пойду в спортзал. С понедельника я сяду на диету. Если не поможет, я сяду на две, на три. Знаете, я сижу на трех диетах, потому что одной не доедаюсь вообще. Я вот как бы там вот это буду делать. И когда приходит этот ужасный понедельник, мы понимаем, что не хватает нам как бы силы. Не хватает нам внутри такого мотивации. И ты думаешь, хоть бы пришел кто-то и пнул меня как-то там, ну давай, давай, давай. И я вам скажу, в моей жизни было столько таких новых годов, когда я говорил, в этом году я буду читать книжки вот столько-то. Или я выучу английский. Кто учил английский с нового года? А с понедельника, да? Мы все одинаковые. А кто худел с понедельника? Я худел. Видите, как похудел. И не раз. Опыт у меня большой в этом деле. Но мы понимаем, что есть люди, которым каким-то невероятным образом удалось победить вот этот синдром понедельника. Синдром нового года. Синдром такого вот состояния, когда ты пошел и сделал. И ты сам в шоке. Потому что много раз ты пробовал, не получалось. А здесь ты попробовал и сделал. И знаете, что я понял? Что на самом деле мы с вами становимся именно теми людьми, о чем мы больше всего думаем в своей жизни? Вот смотрите. Вот смотрите. Если я постоянно размышляю о том, как похудеть, как, например, там, выучить английский, да? Я говорю о таких будних, известных для нас вещах. Чем больше мы об этом размышляем, тем больше мы начинаем, знаете, что-то искать, какие-то пособия, какие-то вещи, какие-то, ну, вот как-то там с людьми знакомимся, записываемся, и мы на курсы и так далее, и так далее. Мы начинаем больше пропитываться, пропитываться. И со временем ты понимаешь, что что-то происходит в твоей жизни. Ты начинаешь становиться похожим на того человека, о котором ты думаешь внутри себя. Замечали, да? Если у нас есть вот эта вот внутренняя жажда, внутренняя мотивация, внутреннее такое стремление, мы через какое-то время замечаем, что мы становимся такими людьми. Я видел это по себе. И это отправная точка вообще любого, можно так сказать, успеха, любого достижения. Это сильное желание. Если нет желания, никуда ты не пойдешь. А если желание превращается в страсть, это вообще что-то невероятное. Я вообще впечатлен людьми, которые, например, коллекционеры. У нас как бы есть коллекционеры, но такие, знаете, я магнитики собираю на холодильнике, но, извините, за магнитик я убить не готов. А есть такие, которые, знаете, за какую-то марку, кусочек бумажки полтора на полтора сантиметра готовы заплатить невероятные деньги. Пойти на какие-то жуткие преступления. Это не просто уже желание, это страсть. Я понимаю, что когда мы говорим о каких-то людях, которые чего-то достигли, я просто говорю о спортсменах, например, или о каких-то научных работниках, ты читаешь ихнюю жизнь, и ты понимаешь, вся жизнь, она строится вокруг страсти. И это круто. Они, вот прочитал, он стал нобелевским лауреатом, не потому, что был сильно умный, а потому, что в какой-то момент он победил этот синдром понедельника, нового года. И он так сильно этого захотел, что он просто начал отсекать какие-то вещи, которые были лишними, которые отбирали у него силы, энергию и вообще все. И он посвятил себя какой-то вещи. Есть результат. И я понимаю, что, скорее всего, множество вещей, которых нет в моей жизни, только из-за того, что я никогда по-настоящему сильно не хотел этого. Вот просто, знаете, я как бы хотел... Ну, скажите, пожалуйста, кто-нибудь из нас не хочет знать английский, а китайский, а вообще еще пять языков, включите, пожалуйста, вот там тынц, хай себе будет. Конечно, это приятно. А я скажу подробно. Хотите выучить китайский? А вы упритесь хорошенько. Ну, уже вот раз и все. Уже не настолько ты сильно его хочешь выучить. А вот, понимаете, да? Но если у тебя есть страсть, ты можешь делать невероятные вещи. И я понимаю, что многие вещи в нашем служении перед Богом не происходят тоже из-за вот этого. Нет страсти. Нет страсти. Мы считаем, что, ну, это возможно, но только каким-то избранным вундеркиндом. А это неправда. Это неправда. Вы знаете, что Эйнштейна, великого еврейского ученого, в школе родителям сказали, что вы найдите ему школу, потому что он не способен. Заберите его, он тупой. Да. И полно есть таких историй, когда ты смотришь и говоришь, ну, вообще, это чудо. И тут самый момент включить вот эту вот христианскую такую вот штуку. Это чудо. А я вам скажу, многие чудеса называются усердие. Оно не происходит просто на голом месте. Бывают, я верю и знаю, что происходят чудеса, вот, ну, знаете, сверхъестественно. Но многие чудеса, какие-то миссии, служения, которые есть, это результат труда. Миссионеров, каких-то евангелистов, людей, которые стремились, которые упирались, которые настолько сильно горели, что им недостаточно было проснуться в понедельник и сказать, это еще один год моей жизни. Недостаточно. Они хотели большего. Их не устраивало просто какие-то посредственные результаты. И я вам скажу, что изменения начинаются с осознания того, что ты находишься здесь, сейчас, в этом месте, только из-за того, что ты решил здесь находиться. Я не знаю китайский язык только из-за того, что я его решил не учить. Он мне не нужен. Вот и все. Не потому, что родители, не потому, что там кто-то, общество и так далее, и так далее. Когда-то я общался там, мы с Аней разговаривали относительно образования, то все я говорю, ну, вот хорошо, когда родители, знаете, богатые, они интеллигенты, они тебе дают такой, знаете, святой пендаль в будущее. И ты идешь в институт, и учишься. И она мне говорит, послушай, ты не был в институте только из-за того, что ты не хотел. Есть много молодых людей, которые из бедных семей. И они в какой-то момент поняли, что моя бедность, это не извинение. Я могу учиться. Книжки у всех одинаковые. Я могу упереться так, что ты просто не хотел. И я понял, что да, это правда. Помните этого юношу Ломоносова, который пришел поступать, рыбой от него несло, потому что с рыбным обозом шел неделю. Человек захотел. Он был готов, там, не знаю, спать где угодно, есть что угодно. У него была цель, у него была страсть. И не нужно винить других. Нужно успокоиться, друзья. И я знаю, что это непросто, потому что очень хочется сказать своим родителям, вы мне не дали. Хочется сказать своему пастырю, ты меня не допас. Сказать там еще кому-то, вы виноваты в том, что я такой, вот какой я есть. О том, что у меня такой духовный уровень, о том, что то, 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 то. И вы знаете, вы будете в чем-то правы. Он может не допас, родители не додали, вы из бедной семьи, у вас интеллект пока что 70, и все остальное. послушайте, все можно сделать, всему можно научиться. Надо упереться просто. Надо захотеть. И захотеть так, чтобы аж просто у тебя в глазах это мерещилось. Чтобы ты просто, знаете, ты ложился, просыпался, грезил этим. Я сейчас говорю о принципы достижения цели. Не только в духовном контексте. Вообще, взагали, понимаете? Вообще. Если ты хочешь получить в жизни свой реальный результат, тебе нужно этого хотеть. А когда твоя страсть сильна, ты будешь платить за эту цену. Потому что за любой результат обязательно нужно заплатить цену. Не прилетит волшебник в голубом вертолете и не подарит вам 500 эскимо. Некого в этом винить. Но мы сидим, и иногда, как знаете, как верующие люди, забитые под плинтус, и говорим, Боже, сотвори твое чудо. Я молился несколько раз, друзья. Открою вам страшную тайну. О том, чтобы я проснулся и знал английский язык. Я размышлял, как верующий человек. Я прошу тебя, Господь, что для тебя язык. Ты там, та-та-ра-та-та. Ну, вы знаете все, да? Я уверен, что здесь есть люди, которые так молились тоже. Не происходит. Самое время его обвинить. Но я знаю, что если я по-настоящему это захочу, через год я буду спокойно говорить, через два я буду писать, а через три это станет моим языком. И если я сильно захочу. И мы здесь, на том месте нашей жизненной позиции, только потому, что мы согласились с этой позицией. Мы, знаете, как бы есть среди нас самородки, но, в общем, мы обычные люди с обычными, незаурядными способностями. И такие, какие мы есть. И вы знаете, как Писание говорит, что все бегут на ресталище, все бегут для того, чтобы быть первыми. Но первый – это всегда один человек. Человек, который больше всех трудился, больше всех работал, больше всех старался. Поэтому, друзья, нам необходимо осознать тот Божий потенциал, который Он вложил в нашу жизнь. Осознать, что с нами рядом идет Бог, который силен. Бог, который может открыть для нас и возможности, и дать нам способности, и поверить в это. И нам необходимо, в конце концов, взять ответственность за свою жизнь. По-настоящему. Не говоря кому-то о том, что, знаете, не делая вид о том, что, вот как бы я – да, а на самом деле – вот непонятно как. Если ты хочешь знать английский язык, то ты записываешься на курсы и учишь его. И нет смысла притворяться, исписывать домашнее задание. Вы понимаете, что шпаргалки, исписывание теряет смысл. Вообще теряет смысл, потому что тебе диплом даже не нужен. Это теряет смысл, тебе нужно знание. Некоторые люди приходят в наш институт и говорят, а какой у вас будет диплом? И говорю, ну как, очень условный. Такой листочек я вам распечатаю, печати мы поставим, все будет хорошо. А что он дает? И говорю, ничего не дает. Но вы будете знать больше. Вы сможете приблизиться к Богу. А и что? Я говорю, ну смотрите, если для вас это ценность, то за это стоит платить своим временем, своим вниманием и своими силами. Когда ценность, человек готов сделать очень многие вещи. Когда это по-настоящему страсть. И Писание говорит очень просто. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4.13. Я все могу. Я все могу. Могу стать переводчиком. Могу космонавтом. М? Могу. Надо только сильно захотеть. Понимаете? Как я видел такую картинку, один мальчик пишет, типа, когда я вырасту корявым таким школьным почерком, я буду космонавтом. Моя жена мне скажет, попылесось, приготовь кушать, а я не могу, я в космосе. Матфея 6.21. Где сокровище ваше, там есть сердце ваше. Где сокровище ваше? Что такое сокровище? Нечто ценное, желанное, страстное. Там твое сердце. Я вас прошу по-другому. Где твое сердце сегодня? Ответь. Там твое сокровище. Там твое сокровище. Может, оно валяется на диване. Может, оно пишет ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке. Конец. До новых встреч. Дvarно.